Это новости на восьмом, а значит ближайшие полчаса. Все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами Юлия Ракотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Одна из самых известных радиостанций Владивостока отмечает день рождения. Лемме исполнилось 23 года. Всем рады, всем и каждому, все и сюда, друзья. Вместе с Леммой делаем этот праздник ярче, делаем этот день солнечный. Королевский цирк теперь во Владивостоке. Шоу Гиерадзе спустя 7 лет вновь увидит приморский зритель. Классное шоу, представление отличное. Рыцарские бои, колдуны и супергерои. Фестиваль Ведьмака прошел в Дальневосточный столице. Костюм из игры Ведьмака. Фавн, бог, полей. Мы просто красивые. Что нашел, то я делал. Также в выпуске. Тайфун Данос вылил на Приморье внушительную порцию осадков, но жизнедеятельность региона серьезно не нарушил. Еще раз скажем, 1 сентября отметят второго День знаний, перенесли в 2019 году. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Тайфун Данос ударил по Приморью. В крае было объявлено штормовое предупреждение. Прогнозировались ливни, усиление ветра, повышение уровня воды в реках. На юге Приморья местами выпала околомесячная норма осадков. Между тем, в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам сообщили, что все коммунальные объекты работают в штатном режиме. Всего за сутки произошло 13 отключений от электричества. Они оперативно ликвидируются. Автомобилисты сообщают, что движение по трассам в сторону находки Уссурийска не нарушено. Дорожная обстановка во Владивостоке также в норме. К слову, в краевом центре выпало около 70 мм осадков. Серьезно досталось поселкам Валентин и Преображение. На них вылилось более 100 мм. В Преображении, по словам местных жителей, повысился уровень воды в реке Соколовка. Вода пришла в огороды и дома. Однако сильнее всего от тайфуна Данас пострадал Хасанский район. Он был лишен телефонной связи интернета. Наблюдался мощный разлив рек. Дорога от поселка Приморский до Барбаша превратилась в бурный поток. На месте работают спецслужбы. Между тем, тайфун Данас сейчас перешел в циклон. В понедельник вечером он покинет территорию Приморья. Во Владивостоке тем временем продолжают ликвидировать последствия непогоды. Городские службы устраняют все локальные аварии на сетях энергоснабжения. Оперативно убирают наносы камней и прочищают систему ливневой канализации для отвода воды с дорог. Учреждения «Соцкульбыта» работают в штатном режиме. Поваленные деревья убирают с улиц сотрудники муниципального предприятия содержания городских территорий. На придомовых территориях этим занимаются управляющие компании. Транспорт курсирует по графику рабочего дня. Затруднения наблюдаются только с морскими перевозками. По причине штормового предупреждения до улучшения погодных условий были отменены рейсы катеров и паромов. В администрации города продолжает работать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Приморье готовилось к приходу тайфуна заранее. Муниципальные образования были усилены аварийными и дорожными бригадами. А в Уссурийский городской округ дополнительное оборудование было доставлено авиацией. Это 10 водоналивных дамб для защиты от подтоплений. Общая протяженность – один километр. Каждая представляет собой рукав, который наполняется водой, тем самым создает преграду-паводку. Губернатор Олег Кожемяка осмотрел дамбы и подчеркнул, что несмотря на их простоту, они отлично зарекомендовали себя во время наводнений. Проблема для Уссурийска – это паводка воды. Поэтому вот сейчас сюда был выделен противопаводкой комплект, так называемая водоналивная дамба. 50 метров длины, таких комплектов выделены на километр. Она держит хороший напор к воде, удобно располагается по рельефу по берегу и может оперативно способствовать тому, чтобы вода не выходила за пределы русла реки. Поэтому сейчас, в ближайшие дни, они потренируются уже на практике. И думаю, что те случаи, возникающие где-то там на оперативном прорыве, вполне смогут быть локализованы за счет вот таких быстро возводимых дамб, удобных и переносимых с одного места на другое. Ну а в целом программа по дамбам, она у нас работает. Сейчас идет проектирование, и мы, как говорили, в 2021 год мы начнем работать непосредственно по берегу и плене, по таким уже стационарным сооружениям. К слову, эти дамбы доставили не только в Приморье, но и в другие города Дальнего Востока. Использоваться они будут как для борьбы с паводком, так и при других возможных чрезвычайных ситуациях. Полученные водоналивные дамбы предназначены для быстрого возведения преград при повышении уровня воды в реках на участках, не оборудованных стационарными инженерными водозащитными сооружениями для защиты жилых и промышленных сооружений, платин, дорог, мостов, а также других объектов инфраструктуры от затопления при разливах нефти и химических реагентов, а также для осушения дна водоема при строительстве и ремонте гидротехнических сооружений. А их применение позволит оперативно реагировать на осложнение паводка обстановки на территории муниципальных образований края. Международный алмазный аукцион прошел во Владивостоке. Здесь были представлены алмазы спецразмеров более 10 карат. В ходе аукциона удалось продать 112 алмазов ювелирного качества общим весом почти 2000 карат. Суммарная выручка от продажи камней составила 6,5 миллионов долларов США. В торгах приняли участие фирмы из России, Гонконга, США, Арабских Эмиратов, Израиля, Бельгии и Индии. Всего около 50 компаний. С начала года главный алмазный холдинг страны Алроса провел три аукциона. Во Владивостоке суммарно выручив на них около 25 миллионов долларов. Следующий алмазный аукцион столицы Дальнего Востока пройдет в сентябре. К слову, есть свои алмазы и среди приморских масс-медиа. Одна из самых популярных радиостанций Владивостока отмечает день рождения. Радиолемма исполняется 23 года. С 1996 года Лемма держит высокую планку в сфере радиовещания и дарит отличное настроение своим слушателям. Тему продолжит Дмитрий Беломеснов. Сегодня мы уже не представляем свою жизнь без радио. Оно является неотъемлемой частью нашей жизни. 22 июля радиостанции Лемма исполнилось 23 года. Все, что происходит во Владивостоке, Приморье, в мире, в центре внимания радиолемма. Радиостанция любит не только своих слушателей, но и всех приморцев, поэтому всегда дарит радость и веселье, участвуя в городских праздниках. Подходите, не стесняйтесь, всем рады, всем и каждому, все сюда, друзья. Вместе с Леммой делаем этот праздник ярче, делаем этот день солнечнее. Девиз радиолемма – слушай, действуй, живи. Тот пульс и сердечный ритм, который до сих пор чувствует каждый слушатель, начинался и задавался в самом начале, в 1996 году. Время меняется, и радио меняется вместе с ним. Благодаря удивительной теплоте и неповторимой душевности на протяжении 23 лет радиолемма держит высокую планку в сфере радиовещания. Коллектив радиостанции сегодня – это единый организм. Его слаженная работа оттачивалась годами. Сегодня утреннее шоу радиостанции «Лемма» – первая пара – входит в пятерку лучших ток-шоу России по версии фестиваля «Вместе. Медиа-2019». Однако ведущие Алена Шестакова и Павел Унучек на достигнутом останавливаться не собираются. Быть в пятерке лучших – это круто, это классно по-настоящему. Но, собственно, конкурс – это не самоцель победа. Сама цель – получить рекомендации от профессионалов, что мы делаем так, а что мы делаем не так, ровно для того, чтобы вернуться домой и начать, точнее, продолжить делать свою работу, но уже на более высоком уровне. На будущий, конечно, конкурсы планируем выставлять свои работы, потому что возможность, опять же, учиться, а там… Как жюри скажет. Как жюри скажет. Как оценит. Акций в этом году было несколько. Всем запомнилось, как раскачали ребята Первомай. В дождливый праздник подняли настроение колонн и вручили подарки. А еще была лимонадная площадка на День города. Все смогли научиться делать фирменный лимонад «Лемы». И еще одна яркая креативная праздничная акция, которую провела радиостанция – рыбные шашки. Получила массу положительных откликов в соцсетях. Коллективу «Лемы» удалось удивить всех гостей праздника «День рыбака». Ведь сотрудники радио организовали настоящий шашечный турнир. Организовали с нашими партнерами специальные консервные шашки. Ну, очень интересная, простая игра. А фишками в этой игре участвуют непосредственно пресервы. Нам кажется, это увлекательно, это интересно, это необычно. Это все сделано для того, чтобы люди могли еще раз получить для себя какой-то подарок на этом прекрасном празднике и получить как можно больше позитивного настроения. Радио «Лема» любит дарить подарки. Для своих слушателей они организуют конкурсы и акции с призами. Одна из них – квест-акция «Лема-мобиль». По традиции специальное авто гоняет по улицам Владивостока. А по подсказкам в прямом эфире радиослушатели ищут, где припаркована машина, а обнаружив, получают заслуженные призы. Уникальные радиопрограммы, популярные ведущие, интересные гости, среди которых актеры, музыканты, политики. Живое общение со слушателями, только свежие новости и всегда отличное настроение. Все это радио «Лема» 102,7 FM. С днем рождения, любимая радиостанция. Дмитрий Беломестнов, новости на восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Традиционная линейка «Дня знаний» пройдет в этом году 2 сентября. Фестиваль «Ведьмака» собрал колдунов и супергероев Владивостока. Легендарное шоу «Гиерадзе. Королевский цирк» может увидеть приморский зритель. Сегодня с вами Юля Рокотская, и мы продолжаем. Традиционная линейка «Дня знаний» пройдет в этом году 2 сентября. Фестиваль «Ведьмака» собрал колдунов и супергероев Владивостока. Легендарное шоу «Гиерадзе. Королевский цирк» может увидеть приморский зритель. В Дальневосточном университете создадут приложения для вызова экстренной помощи голосовыми командами. Занимаются этим магистранты Школы цифровой экономики совместно с компанией «Наносемантика» на платформе крупного российского оператора навигационных данных. Активировать приложение и вызвать экстренную помощь можно будет голосом. И создатели уже запустили проект сбора цифровых образцов голосов. Это необходимо, чтобы научить приложение распознавать общение человека. Принять участие в оцифровке голосов может любой желающий. Для этого нужно перейти по специальной ссылке и надиктовать несколько вариантов. Традиционная линейка в честь начала учебного года пройдет в Приморье в этом году 2 сентября. Такое решение принято из-за того, что 1 сентября выпадает на воскресенье. Полноценный учебный процесс в школах региона при этом начнется с 3 сентября. Губернатор Олег Кожемяка подчеркнул, что при проведении массовых торжественных мероприятий в День знаний важно обеспечить все необходимые меры безопасности. Он поручил профильному ведомству и представителям силовых структур совместно проработать этот вопрос. В 21 веке гиков везде в достатке. В минувшие выходные поклонники поп-культуры, комиксов и культовых антологий в самых разных жанрах собрались у Дворца пионеров в рамках тематического фестиваля. Деревянные декорации, рыцарские бои, конкурс косплея. Лишь малая часть программы и мероприятия под названием «Ведьмак-фест». Подробнее о том, зачем молодежь облачается в колдунов, ведьм и супергероев, а также при чем тут книги в следующем сюжете. «Ведьмак» Грамматически это слово полностью соответствует слову с таким же значением, только женского рода. В славянской мифологии ведьмак – колдун, который действует или заодно со зловредными ведьмами, или защищает простой люд от таковых. Однако во всем мире это слово ассоциируется совсем с другим. «Между одним злом и другим я не буду выбирать вовсе». Все началось в 1986 году, когда из-под руки польского писателя Анджея Сапковского вышел первый рассказ одноименного цикла. Тогда пан Сапковский даже не мог представить, какую бешеную популярность спустя четверть века обретет его творение. Главный герой серии книг – «Ведьмак» по имени Геральт. Фэнтези на мире Сапковского «Ведьмак» – особая профессия, представители которой охотятся и истребляют разного рода чудовищ и монстров, угрожающих жизни простых людей. Посмодернистская фэнтези из Польши, хоть и издавалась в других странах и переводилась на разные языки, все еще не имела такой славы и являлась достоянием узкой прослойки фанатов жанра, нежели частью поп-культуры. За 20 с лишним лет по вселенной «Ведьмака» вышло 7 книг, 2 рассказа и даже одноименный сериал польского производства. И вот в 2007 году по мотивам книг и сериала «Ведьмак» выходит компьютерная игра, также от польской студии разработчика под названием CD Projekt Red. Именно с этого момента «Ведьмак» с его основанной на славянской стилистике и мифологии, самобытными персонажами и антуражем натурального и жесткого средневековья становится явлением с большой буквы в популярной культуре. Вот эта атмосфера, которую несет в себе сам «Ведьмак». Позже студия выпустит еще две части игры. Последняя получила высочайшие оценки критиков, а общая выручка поляков от продаж составила 268 миллионов долларов, или 1 миллиард польских злотых. «Ведьмачье» влияние на культуру и искусство во всем мире трудно переоценить. «Ведьмаку» посвящают песни, видеоклипы и арты, снимают короткометражные фанатские ролики. Вот и до Владивостока добралась «Ведьмачья мания». В субботу перед дворцом пионеров прошел первый в своем роде «Ведьмак-фест». Несмотря на обилие развлечений, главными и самыми заметными фигурами были, конечно, косплееры. Причем не только из «Ведьмака», но и из других вселенных. Я Алеша Попович. Дезертир Хоквуд из «Дарк Солс 3». Это костюм из игры «Ведьмака». Организаторами фестиваля стали местные гик-бизнесмены, держатели магазинов комиксов, настольных игр и другое специализированные атрибутики. Однако еще до проведения феста стало известно, что к организации мероприятия приложили руку сами поляки из CD Projekt Red. Это интересный момент, на самом деле, потому что когда ты вешаешь логотипы такой крупной компании, сразу же считается, что они организаторы, а не ты. Даже если это маленький логотип, где-нибудь внизу там стоит, и очень много людей, которые посчитали, что это они организовывают. На самом деле, мы делаем при поддержке CD Projekt Red, то есть они предоставили нам призы и фракционную поддержку. Несмотря на то, что фестиваль проходил под заголовком «Ведьмак», здесь отважные Скоэтаэли из книг Сапковского прогуливаются рядом с персонажами из американских комиксов, а на сцене в конкурсе косплея выступают персонажи «Взластелина колец» и других книжных и игровых миров. Здесь огромное количество сообществ, на самом деле, объединено. У каждого свой какой-то руководитель, собственно. Тут есть и «Мама-билдракона», которые ведут настольно-ролевые игры. Тут и наш магазин комиксов представлен, и лекции от различных, от «Гектория», получается, от лекторов «Гекторий». Когда супротив чудовищ и паканцев, уже другими силами справиться не можно. «Ведьмак» справится. И реконструкторы там дерутся и предоставляют возможность построять из лука. И музыканты всевозможные, которые пьют тематическую и этническую музыку. Реконструкторы стали отдельной фишкой фестиваля. Бравые парни из клуба «Гарнизон», каждый год причастного к «Владкрепости», устроили ресталище прямо за сценой. Здесь бывалые бойцы-реконструкторы бились не на шутку, под аплодисменты толпы бросаясь в атаку в полном боевом облачении, с остальным топором или двуручным мечом. Главный реконструктор при Москостолице выглядит усталым, однако с удовольствием высказал свою точку зрения на то, как сочетаются книги и игры по «Ведьмаку» с косплеем и суровыми боями реконструкторов. Организаторы молодцы, всех совместения организовали. Есть одна связующая общая тема, именно сам фестиваль «Ведьмака», и в этом мире присутствуют и рыцари, и бои. Не важно само качество проработки деталей, важно то, что люди занимаются определенной тематикой. Косплееры, допустим, создают красивый внешний вид, ролевики, не знаю, скорее всего, отыгрывают образы, а мы деремся просто, создаем бои из релища. Организация фестиваля действительно впечатляет. Вокруг Дворца Пионеров построили целый городок. Перед входом в здание небольшой фудкорт, а внутри лекции, гектории и витрины с артефактами из игр и кино. В целом на территории «Ведьмак-феста» любой желающий мог найти, чем заняться. Любители боев могли и сами подраться резиновыми мечами. Рядом давали уроки по стрельбе из лука. Кроме вышеперечисленного, организаторы добавили в программу настольные ролевые игры, киберспортивные дисциплины и еще массу всего, без чего не обходится ни одно гиковское мероприятие. Всего, по подсчетам организаторов, фестиваль посетило больше 5000 человек. И многие унесли с собой не только фигурки, наклейки и прочую атрибутику, посвященную любимым персонажам, но и нечто большее – яркие впечатления и эмоции. Евгений Черемухин, Дарья Блинова, Максим Яковлев, Владимир Дедешко. Новости на Восьмом. Семь лет спустя заслуженный артист России Гей Радзе вернулся во Владивосток со своей новой программой – грандиозным шоу «Королевский цирк». Последний раз он был в приморской столице шоу «Пять континентов», которое надолго запомнилось зрителям. К слову, Гей Радзе со своими артистами в Монако получили «Золотого клоуна» – высшую награду и признание в сфере циркового искусства. Подробности у Катерины Матвеевой. Королевский замок помпезно возвышается над манежем. Хрустальные люстры переливаются всеми цветами радуги, появляются шуты. Они сквозные герои всего спектакля, но об этом зритель еще не знает. Артисты балета кружатся в танце, акробаты взмыли под купол. На балконе замка подданных встречают король с королевой. Зрители в восторге. Принцип пяти континентов, он сохранен в королевском цирке. Это путешествие по неким континентам или по каким-то определенным странам или попаданиям куда-то к королевской свиты. Но принцип путешествия, он сохранен по спектаклю. Но сегодня уже сквозной линией проходят шуты, которые попадают в разные приключения, будем так называть, в цирковые. Потому что у нас из цирковых номеров их вообще нет. Есть блоки. Вообще вся концепция шоу, всех моих спектаклей, это всегда синтез сплетения жанров. Эстрады, цирка, мюзикла и вот такого, некого нового цирка. Более двух тысяч эксклюзивных костюмов, 120 артистов, мраморные колонны, стразы Сваровски, бархатная отделка. Чтобы подготовить шоу подобного масштаба, во Владивосток из Иркутска перегнали 15 фур с декорациями, реквизитом, оборудованием и животными. Для нас, которые отработали тут 20 лет, разгрузить 15 фур за несколько часов, это было в диковину. Конечно, разместить реквизит сложно в нашем цирке. В программе достаточно много реквизита, много животных. Поэтому все делали возможное, чтобы удовлетворить потребности коллектива. Естественно, о технических сложностях зрителям знать не положено. Ничего не должно омрачать впечатление от шоу, от яркой и от репетированной до мелочей картинки. Интересно, что большая цирковая жизнь коллектива началась именно во Владивостоке. 20 лет назад здесь шили костюмы, делали декорации и выпустили первый маленький аттракцион «Пять континентов», который сегодня разросся до невероятных масштабов. Практически 75% сотрудников первого состава работают в продюсерском центре Гии Эрадзе до сих пор. Продюсер впервые приехал в Приморскую столицу после семилетнего перерыва и сразу в обновленный цирк, в котором теперь можно развернуться. Перед зрителями разворачиваются действия Королевского бала, испанская корида с Тореадором и яками. Розовых фламинго в райском саду сменяют попугаю Ара. Особый восторг детей и удивление взрослых вызывают пеликаны, пикирующие на манеж с разных уголков зрительного зала. Всё шоу сопровождает авторская музыка, спецэффекты, декорации, необычные реквизиты, эксклюзивные роскошные костюмы. Большое спасибо организаторам. Очень много впечатлений, костюмы красивейшие просто. Всем советуем прийти. Классное шоу, представление отличное. Наверное, в самом начале года они все вышли, это было просто король, королева. Вот это супер. Королев по-королевски прям. Мне понравилось, как там мы ходили, как там парили в воздухе. Звери мне тоже очень понравились. Попугаи очень красивые, пеликаны. Крабаты, очень серьёзные номера. И клоуны. Молодцы, шутили, смеяли, детвору не смешили. Всё хорошо. Мне больше понравились канатоходцы, потому что было высоко, и они так хорошо выполняли трюки. Отлично просто. Хороший цирк, очень, да. Костюмы очень впечатляют. Масштаб шоу хороший, великолепно. В финале на манеж выходит сам продюсер. Сергей Ирадзе уже не выступает в качестве артиста, но его тепло встречают зрители после каждого шоу. Гастроли Королевского цирка во Владивостоке продлятся до сентября. Шоу идёт три часа с антрактом, а посмотреть его можно по четвергам, субботам и воскресеньям. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. И далее к новостям спорта. Футбольный клуб «Луч» у себя дома принимал «Томи». Приморцы смогли дать бой одному из лидеров чемпионата. Хоккеисты «Адмирала» провели первые межсезонные встречи. Морякам противостояла команда «Ермак». Все подробности у Максима Яковлева. Футбольный клуб «Луч» у себя дома принимал команду «Томи». Гости со старта сезона показывают стопроцентный результат. Сильному сопернику приморцы смогли дать бой. В первом тайме никто не отличился, хотя попытки были и у тех, и у других. После перерыва поле накрыла сильная морость, которая, кажется, только взбодрила гостей. Они стали играть агрессивнее. В череде моментов выручал только голкипера капитан приморцев «Котлеров». Но на 69-й минуте Александр уже спасти не смог. Оставшийся один Казанков вколотил мяч в ворота. Всего через 4 минуты «Луч» смог реабилитироваться. В быстрой разыгровке счет сравнял «Гордиенко». Больше голов зрители так и не увидели в итоге ничья 1-1. Пропустили гол какая-то. Это не соперник создал, это мы подарили сопернику момент. Томск, естественно, можно ее похвалить. Это сильная команда, но какого-то преимущества я у нее в принципе не видел. За прошедшие три игры нового чемпионата «Луч» успел набрать 4 очка и встать на 10-е место в таблице. Впереди «Тигров» ждет выездная встреча с «Нефтехимиком», которая пройдет 24 июля. Хоккеисты «Адмирала» провели первые в этом году межсезонные встречи. Моряки дважды сыграли с клубом «Ермак». Несмотря на товарищеский характер матчей, страсти на льду накалялись довольно быстро. Команда из Ангарска – участник 2-го дивизиона. Разница в статусе не пугала гостей, которые уже во втором периоде вколотили «Адмиралу» две шайбы. Моряки только в последние 20 минутки смогли вернуть один гол и на этой ноте принять поражение. На следующий день состоялся реванш. И в этот раз Владивостокский клуб уже показал себя хозяином, который забил 4 шайбы и ни разу не позволил отличиться «Ермаку». Результативные встречи стали пищей для размышлений для обеих команд. Только в стадии начала нашего процесса тренировочного еще намного над чем подработать надо. Самое важное сейчас пока объем, объем, объем. Поэтому сейчас видно, что все равно немножко свежести не хватает. Вот такой взрывной, такой агрессивности, такой высоты решений. Оно со временем придет. Уже 25 и 27 июля «Адмирал» на льду Фетисов арены проведет такие же матчи с Хабаровским Амуром. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Тайфун Данос вылил на Приморье внушительную порцию осадков, но жизнедеятельность региона серьезно не нарушил. Сильнее всего пострадал Хасанский район и поселок Преображение. Одна из самых известных радиостанций Владивостока отмечает день рождения. Лемми исполнилось 23 года. В ДВФУ создают приложение для вызова экстренной помощи голосовыми командами. Принять участие в оцифровке голосов может любой желающий. Традиционная линейка в честь начала учебного года пройдет 2 сентября. 1 сентября выпадает на воскресенье. Королевский цирк теперь во Владивостоке. Шоу Гиерадзе спустя 7 лет вновь увидит приморский зритель. Рыцарские бои, колдуны и супергерои. Фестиваль «Видимака с аншлагом» прошел в Дальневосточной столице. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете и все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249 88 12. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал, главное, Владивосток. В эти дни исполняется ровно полвека одному из самых мощных технологических прорывов человечества. В июле 1969 года, 50 лет назад, американцы впервые высадились на Луну. Это была миссия корабля «Аполлона-11». Состав экипажа входили командир Нил Армстронг, пилоты Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз. Всего на Луне побывали 6 пилотируемых «Аполлонов», последний в 1972 году. Свои следы на лунных дорожках оставили 12 американских астронавтов. Последнее время широко распространены слухи о том, что американцев на Луне не было. Здесь надо отметить, что за этой миссией внимательно следил в том числе и Советский Союз, и все данные приборов, и наши ученые с мировыми именами, и легендарные советские космонавты утверждают, американцы на Луне были. Кадры знаменитой кинохроники смотрим вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом.